всем привет сегодня 16 октября мы приехали в лес и сразу же сразу же сразу же катюша нашла молодого масленочка слава тебе господи появились ой какой красивый слава богу за три класс наконец таки так но мне не терпится похвастаться своей новой корзиной которую мне шо подарила катя до идем у тут белячку посмотрим класс ну наконец таки теперь заживем долгать ох какой как же я давно тебя дождал супер маслячки пошли проверим же эту низинку я тут когда-то находил подосики вот растут козлята козлята которыми которых я называл маховички козлята я их не очень уважаю за то что они какие-то такие мне показались резиноватые такой экземплярчик интересный подожди это как масленок это масленок это масленок дима говорит что это подосиновик а это масленочек самый натуральный смотрите да он не красный я знаю друзья как вам уже как вам уже надоело лазить со мной в дебрях моего болотца но я не могу его оставить без внимания сегодня мы туда зайдем ну и конечно насладимся красотами смешанного леса ну тут вот хвойные деревья преобладают какой нет нет не считается так нечестно я тут вообще-то я уже просто измучился от безгребья я не стесняюсь это понятно ни капли я вижу ой какой классный смотреть девственный дима чем дело поделись со мной этой радостью пух ты чуть не пропустил так смотри-ка ну и как можно быть таким человеком конечно как грибочки находить так родные люди да наоборот ты должна была бы меня позвать смотри да иди тут собирай как я это делаю да пока все болото и не требую ничего взамен ладно смотри хорошо раз я тебя уже привела в такое грибное место ты обрати внимание что тут сгоревшие поэтому тут может быть и не хотим подумаешь ли тоже наверно не туда мы зашли потому что сгоревшая видно хвоя ну катя убедила меня в обратном а я еще нашла что там ох ничего себе блин дима а я маленький нашла вот смотрите какой класс пока катя там мелюзгу находит дима здесь нашел смотрите что тут вообще не понятно что это это масленок но он такой огромный у него даже отросток масленочный сверху на шляпе появился ну-ка как ты когда-нибудь видела такое а вот еще смотри ох как они пошли сразу массово дав я просто тебе покажу смотри я не понимаю у него на голове вырос еще один так чудеса природы так ну хорошо я пошел там у меня хватает чему радоваться наконец-таки а то я сегодня уже даже матушке звоню шо опять педосыдовики лучше бы поехали за груздям и грузди сами вкуснее я говорю шо и жары не сами вкуснее грузди ну зато сегодня порадую маслятами вот когда дети садятся на голову в буквальном смысле под вот этими вот коричневыми опавшими листьями из дуба прячутся очень хорошо маскируются очень хорошо смотри можно и подавить так ненароком да вот они всем под листиками прячутся и радует меня грибочки и радует меня корзинка новая сегодня все прям и погодка смотрите даже солнышко пробивается сквозь точки зонтик класс бери зонтик ой блин как я соскучился по зонтиком гать вот еще такой тройничочек до тройничочек да вот эти друзья он еще не раскрылся но его если бы ты заберешь его ну забирай если его бросить в воду в кастрюлю с водой или ведро с водой то он раскроется а вот еще вот и видела еще ты что тут все позанимала смотрю пасса засохшая класс так ну маслят сегодня мы чувствую под наберем так под наберем посмотрите не видно совсем убираешь листики а тут они вам семьями такими этот уже все вот такими семьями смотрите за что люблю маслята так это за их так это за то что не видно за то что они плодятся прям целыми таборами как как цыгане красота так пока отрывал маслятки за ложек и уже даже начал волноваться думал потерял да это улов хороший сегодня будет перед выходными а завтра мы с катюшей что говорить не скажу шо да они даже и не червивые совсем меня однажды одна из подписчиц наругала я привык маслята срезать она говорит ты кучу мяса оставляешь грибного в земле в песке и рассказала что она именно из ножек готовит вот ножки отдельно обрабатывает а я там отвлекся на какой-то засохший гриб а ты мне тут шо ухты красота вот наконец-то эти осенние грибы пошли докать вообще класс хорошо мы ну как зонтики добери и прячься да вообще-то берут и ножки люди они их сушат и в суп бросают если не червивая конечно ножка посмотри какая до отбивные будут изумительные чувствую этот вкус ты посмотри куда мне ты куда давай сюда мне а а мы сейчас вернемся наверно к машине да сейчас насобираем если что-то ты нашла да когда ты мне купишь корзин так оба на следующий год есть корзинка еще одна ухты все иди сюда смотри вот это шлопаки как мы сейчас тут подлохматим ся на одном месте с тобой заберешь их ночью не ты да дарю тебе эту полянку я тут рядышком нашел такого красавчика и не один тоже тут вот один а вот еще блестит чьё-то лысина на солнце вот класс нючий сколько радости с утра ай да мы кать ай да мы смотри еще да такие большие да так много а секрет знаете в чем посмотрите я уже говорил тут все сгоревшие когда-то тут все горело я думаю выглядит она издалека не привлекательно и посему люди сюда не зачищают не знаю видно ли вам это обилие все таки буду срезать если я вижу что тут почти на поверхности растет чутами ворвать только песок в корзину наносить посты о посмотрите богатство природная еле дождался вас ух ты один вот прям был завален вернее вырос под валежником как смотри какими семьями растут пипец вот зонтики кляузная конечно тема на них же сверху накладывать нельзя ничего такого так что с этим самым большим у нас он хороший смотри хоть маслянка все отличные золотые грибочки а он катюш не видишь что ли забирай катюш смотри какую мощную сосну свалила а вот дальше да вот сама бана никогда наверное не упала если бы она не горела снизу она прям внутри выгорела все маленьких нашла привел катюшку на зонтичное место вот и она тут рачку я нарезаю а я только хожу любуюсь да вот маленький кто-то давно возьмем может он раскроется у нас отбивные до ням ням к не перестаю восторгаться блестящими лысеньками маслячку здесь такая прям подушка глубокая хвои здесь они наверное сидят глубоко вот на каких длинных ножках обрати внимание катюш если их срезать просто то ты срежешь под самую шляпку и чистенькие все какие приятные осенние грибочки и только дня два назад я был или сколько три здесь было совсем пусто вот они появились вот какой приятный косогорчик у и собака чё там привет привет хвостом отеля это то я боюсь вашего брата кроме грибов будешь мне катюша тихонько тихонько сейчас начинается моя любимая рубрика да это полоса препятствий в болотце тут вот вышел человек по всей вероятности с моего болотца но несмотря на это она меня все равно тепло встречает посмотрите сегодня будет просто грибное ассорти он такой жирный как беляш это мне просто как компенсация за то что беленьких нету он такой жирный гриб вот точно как боровик красота какая присыпем иди к масляткам вам есть о чем погутарить но катя в своем репертуаре уже побегла самое сердце дабы захватить снять сливки так сказать какой интересный экземплярчик листиком прикрыт ух ты какое ножище о и вон еще один смотрите какой коричневый ну что там катюш есть чё судя по твоей позе что то есть до воспользуюсь моментом буду ее опережать вот уж на болотце и зонтички зацвели что не может не радовать катюша опять вырвалась вперед сознательно причем он не такой маленький глядь жердяйчик а вот рядышком маленький его точно не видно было грибное ассорти вот маленький их не видно совсем поэтому человек не нашли и так спрятаны если не знать куда смотреть в жизни не найдешь отличненький катюшенька хитренькая побежала там смотрите какие тут попропускала думает что если быстрее бежать то больше грибов найдешь тут то вот какой клад вот один как можно было его пропустить не понимаю а вот лишь другой а где тут вот лишь из травки вылез из кустика кто тут там все закрыл мой палец о свое возьмем до котел вот пожалуйста побежала хочу чтобы она увидела эти кадры какие какие какое сокровище она поставляла а будет говорить что специально смотрите какой экземплярчик нашла вот такой ох а я вот смотрите какой маленький боже мой какой маленький пусть растет вот смотрите сейчас покажу какой какой а у и на продолжаем наши раскопки я не пойму как он там в коре что ли их не могу его достать просто-напросто растет это просто какой-то капец а вот 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 смотрите какой экземпляр странный да так вот смотрите еще какой-то такой не пойму одна нога ой смотрите вы только посмотрите на это у него нога здесь сейчас покажу смотрите а шляпа там землю прям вырос вот шляпа его сырете а вот нога покажу вот такая покрутила даже не могла пробиться вот это нога вот шляпа так ну что у нас там дорогуша я уже молчать больше не могу ты понимаешь как ты не можешь понять что я твой гид на этом болоте я твой гид на карте волоте смотри нога росла а шляпа вот так вот росла в землю я увидела вот это вот это было как бы над землей подожди что такое за каракуля сейчас подожди секундочку то я да я свое возьму пупсика то подожди ты катюша рассказывать надрала тут без меня моего добра спустил козу в огород спасибо зонтиками самодовольство а вот смотри какой экземпляр это эмбрион на уже давай вообще крушится так представляю хозяйничаешь тут я там что-то видел где-то у меня в глазах замерыхтила вон как до него не знаю как иуда него добраться вон какой красавчик но тяжело даст достать его а ну-ка за шляпу взять ногу потерять вот так он тут лежачий ленивый гриб я называю это он один был просто он там зажат как-то пережат был ну возьмем чушь мы ценный продукт оставил успокойся ты господи нервничай береги нервные клетки ты мне не бережешь мои нервные клетки все выбрала я всю жизнь буду за эту корзинку расплачиваться так дорогие друзья специально для вас оставляю вот этих вот кров пальчики ребенка может повезет и он найдет их уже подросшими а я пока возьму покрупнее экземплярчики о их тут 3 катя ты можешь сюда залезть у тебя что он парадный вход смотри один-второй и где-то там 3 выроски а увидел вон он друзья ты же красивая почти такая же красивая как этот березович вы просто разные смотри катюшка да очень сегодня настоящие грибное ассорти ботинок снимем снимайте обувь я уже сколько раз подмечал что я с возрастом слепую поэтому ты меня с собой берешь ну да поэтому я говорю уходи за мной катюша мне тут такую интересную тему трусит сейчас я вам расскажу но для начала покажу вот эту красоту вы зашли на такое болотца вокруг которого сколько катюш штук пять машин до но попадаются подосечки конечно больших нету ну зато есть приятненькие просто просто приятненько тема сегодняшней лекции как стать богатым и успешным человеком ухты так вот возьмите 5 своих друзей до пятерых знакомых с которым с которыми вы общаетесь их не примерный доход в месяц до нужно сложить и разделить на 5 тем самым вы узнаете какой доход у вас то есть если вы захотите больше зарабатывать то вы ну просто не сможете потому что у вас другое окружение какое у вас окружение такие психология денег друзья а хотите стать счастливее подписывайтесь на мой канал вот катюша повезло ходит а я растяпа и делаю катюшу счастливей и вас надеюсь тоже ё-моё ты питаешься моей энергией да и твой душераздирающий смех меня убивает ты похитила мой дар я представляю что было бы если бы я сам туда приехал да вот и местную жительницу встретили черненькую такую болотина привет привет как то это ее естественная среда ты видишь его как видела все так малюсенький так но это вот а это вот ой как-то он бочком растет тут так сыро у меня колени промокли приятнейший бонус при выходе из болотца до 5 вкусняшечка взял помыл отбил посолил поперчил яичко макнул и на сковородочку она еле держится кто-нибудь видел как умирают ландыши и плоды их не сегодня как-то жарковато да кать мы устали уже и поэтому на этой грибной ноте будем наверно заканчивать нашу грибалочку да кать их тут совсем не видно мы тут просто остановились воды попить и обратили внимание сколько их лезет вот такой старой сосной по пути к автомобилю зашли все таки не удержались я потяну катя не рада покажи свое лицо так а тут подумал что листочек а это подосиновичочек и не сам вдвоем так катя иди бегом сюда бегом катюша держи я полез глубже там еще что-то краснеет прикольная такое ё-моё 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 да такое полстая а я говорю идем все вылезала уже а нет наши рыбочки ждут нас катюша 3 и офигей смотри представляешь ну ты вообще могла подумать что тут такое торчит я вообще не мог даже представить не видно ничего здесь ну проходишь себе мимо спокойно с полу опущенными шторами уставшими глазами ничего уже не видишь держи как пальчика просто хотел показать вам этот кустарник где спрятались эти красавцы а такие красавцы в нем сидели и просто кажется я вижу что-то красненькая а да это красненькая это листочек сосинки поток каркуша с кем-то ссориться да нет друзья а там все же есть что-то и для меня просто она настолько неприступна я вот например уже потерял его нет нашел вон смотрите в корнях красавчик торчит а вот как тяжело моя профессия насколько удовольствие есть извлек катюшка а сейчас соберем грибы твоей маме смотри какие красавцы я думаю она обрадуется рассказываю и мне приятно рассказываю почему дима их собирает не потому что он якобы в кавычках любит свою тещу на самом деле он ее любит она попросила нам привести мухоморы для того чтобы сделать растирку дадим и за для суставов да вот это ей подсказал что нужны мухоморы их нужно настоять и поможем поможешь и потом эту растирку тяжелые мы же хват и я не знаю какие надо и потом значит думаю мало щели суставы на коленках растирать и тогда они не будут болеть ну пахнут ты знаешь специфический запах как-то и грибами сразу и не грибами да не знаю но не против да букетик для тещи вот дорогие друзья наш результат на сегодня грибное ассорти да катюш как тебе грибалочка устала да я тоже устал как вы можете видеть всем пока до новых встреч не забывайте поставить лайк и написать комментарий пока я очень жду пока друзья добро пожаловать на кухню сейчас мы будем готовить коричневый мухомор он же зольтый видите тут осталось часть ножки ее нужно аккуратно изъять она жестковата будет поэтому она нам не нужна в пластинках может быть песочек могут быть какие-то насекомые не дай бог мы конечно же все это извлечем при помощи струи воды проточной коричневенькие вот эти вот чешуйки тоже снимаем сосочек тоже обрабатываем ножичком как и всю ореолу говорят что вот эта кожица придает горечь берем молоточек слегка припасываем вот так вот он очень нежный грибочек перчик обычный вот еще соль присолим желательно брать такую глубокую и более широкую посуду чтобы мы могли всю шляпку туда поместить будем жарить на подсолнечном масле аккуратненько берем наш зонтичек слегка погладим его и кляр обжарили с каждой стороны до золотистого цвета и ну вкусно На что похоже, Вакс? Очень. Очень вкусно. Соленая очень. Соленая? Просто ты не привык, Вакс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова